друзья всех приветствую на предпоследний торговой сессии этой недели мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал амаркет составлять ваши вопросы в секции с комментариями и не забывайте ставить лайки распродажи на финансовых рынках продолжаются трейдеры выходят из риска выводят свои капиталы с фондовых рынков вчерашний день стал еще одним днем активных агрессивных распродаж американской фондовой секции сегодня друзья кстати в рамках рубрики свободного общения с нашими партнерами мы запишем видео подготовим для вас ролик который как раз посвящен перспективам не только конкретно американского фондового рынка а в целом может быть даже рисковых инструментов а если кого-то из вас интересует отдельные акции технологического сектора либо один из самых знатных хайпов последнего времени акции тесла я думаю что этот ролик точно понравится и вы сможете подчеркнуть что-то новое для себя может быть что-то что поможет вам в принятии дальнейших инвестиционных решений уверен то что ролик сможем разместить уже концу текущей торговой оси сессии ну что ж если начать все-таки с американского фондового рынка действительно вы сами все прекрасно видите очень интересное наблюдение как вы помните американский фондовый рынок рост течение длительного периода времени когда вот началось восстановление после пандемии тогда опять же рынок поддержали беспрецедентные меры экономического стимулирования в том числе и те колоссальные объемы пакета финансовой помощи которые были распределены между нуждающимися между безработными домохозяйствами как повышенные пособия по безработице это подстегнуло потребительскую активность действительно очень много денег пошло в фондовый рынок и капитализация стала расти как на дрожжах и фондовый рынок не только вернулся к тем уровнем которые были до пандемии nasdaq и snp обновили новый исторический максимум отстающих вот по-прежнему только dow jones который не вышел на эти уровни которые мы наблюдали в начале двадцатого года но как только в июле прикрыли лавочку по вот этим повышенным пособиям по безработице все разумеется стали ждать что будет дальше мы с вами внимательно следили за этим в августе как вы помните ждали что вот-вот осознавая все проблемы дальнейшего замедления потребительской активности и проблемы для для домохозяйства и для экономического роста в целом рассчитывали на то что конгресс еще до своих каникул согласует новый пакет фискальных стимулов и даст экономике но еще один триллион полтора триллиона тут уже не совсем важно цепляться за какой-то показатель самое главное еще один пакет ликвидности но вот август прошел решение не было и в сентябре друзья вы посмотрите когда на фондовом рынке начались распродажи буквально с первых чисел когда а трейдеры стали готовиться к тому какими могут быть макроэкономические данные по американской экономике без вот этих вот дополнительных пособий и дотаций действительно статистика оказалась хуже чем прогнозировали это стало причиной ожидания того что замедление уже очевидно и она продолжится экономического восстановления штатах и вот в принципе распродажи продолжаются и сейчас рынок может спасти дополнительный приток ликвидности деньги могут спасти рынок друзья если бы у меня была возможность ознакомиться с реальной повесткой обсуждения вопросов конгресса я безусловно поделился бы с вами информации но со мной такими данными не делится поэтому я могу лишь предполагать что сам конгресс осознает уже в виде проблемы для экономики в виде замедления экономического роста и сейчас еще и ситуация с коронавирусом понимать что нужно согласовывать вот эту новую финансовую на помощь поэтому то что мы наблюдаем сейчас да это логичная реакция трейдеров на ухудшение ситуации с ковидом но это явление тенденция распродажа фондовых активов риска она может быть прервана сразу же после того как на рынок поступит новые деньги будем рассчитывать друзья то что произойдет это уже самое ближайшее время по моему скромному предположению это должно было бы случиться еще неделю назад но вот к сожалению уже четверг друзья следующей неделе и конгресс по-прежнему тянет с решением будем рассчитывать на то что все-таки до конца этого месяца новые деньги на рынок на поступят дальше идем рынок нефти 41 62 запасы которые статистика по запасам вышла вчера минус 1 и 6 миллиона прогноз был минус 4 и 3 если мы посмотрим на конкретные ценовые уровни то в целом закрытие дня и текущей котировки это те самые значения которые мы видели день назад практически два то есть ситуация не меняется друзья лучше не лезть в рынок черного золота потому что фон я вчера об этом детально говорил остается крайне неоднозначным в любой момент опять же куда подует ветер инициатива на той стороне и окажется есть поддержка фундаментальной и у продавцов и у покупателей в такой среде конечно же лучше не пытаться поймать на тренда угадать его и поставить на какую-то вот тенденцию будет время мы еще примкнем к торгующему составу в рамках рынка углеводородов и тогда собственно проявим свою активность индекс доллара 94 46 это то же самое что и с фондовым рынком индекс американской валюты сейчас растет потому что нету по-прежнему денег обещанных и и вот это вот заставляет трейдеров сомневаться в том что американская валюта останется уязвимой тем более что все вспомнили про защитный статус доллара якобы сейчас из-за пандемии это лучший инструмент где лучше отсиживаться почему интересно доллара не золото на этот вопрос ответа по сути нету сегодня в 17 00 выступление манучина и паула кто-то считает что это будет самое главное выступление этой неделе но я уверен то что на паул уже все сказал что хотел он конечно же знатный и известный соратник продавцов долларов потому что всегда намекает на новые меры экономического стимулирования но в данном случае он сам уже давно передал эстафету как бы мяч конгрессу и призвал тех все таки одобрить новую финансовую поддержку для американской экономики по индексу доллара тенденция текущая не прервется друзья до тех пор пока конгресс все таки не огласить свое решение по новому раунду на стимулирование золото 1855 сети продолжают настаивать на том что золото до конца этого года окажется в районе двух тысяч долларов за унцию и будет способствовать тому неопределенности в связи и в преддверии президентских выборов штатах я разделяю такую позицию вы знаете то что в отношении золота я в целом являюсь покупателем поэтому если у вас есть опять же технические наработки вы видите хорошие возможности откуда золото можно купить я уверен эта информация будет полезна тем кто следит за нашим контентом может прям в комментариях указывать и разжевывать вашу точку зрения евро против доллара 1 1656 многие ставят на то что европейская валюта сейчас на фоне опять же роста а курса доллара может оказаться на отметке 1 0 точнее 1 1550 но ниже вряд ли пойдет потому что точно уже к этому моменту конгресс одумается и даст нуждающейся американской экономике дополнительную поддержку то что мы видели по статистике вчера это нормально индексы производственной активности замедлились возможно это стало дополнительной причиной локального давления на евро но скорее всего на евро тоже давит ситуация с к видом франция италия бельгия испания регионы которые вновь вынуждены возвращаться к более жестким мерам ограничений из-за второй волны к вида фунт против доллара 1 27 05 здесь в качестве целевого ожидания остается уровень 1 25 индекс активности производственного сектора и сферы услуг накануне разочаровали brexit о котором я также очень много говорил вероятность дополнительного стимулирования ввода отрицательных процентных ставок сегодня кстати говоря в 17 00 выступление были и на фоне последних данных скорее всего он будет намекать на готовность проявить дополнительную решительность до конца этого года то есть это все равно будут намеки на возможное решение программы количественного смягчения и а собственно на снижение ставки ниже на нуля но главный фактор распродаж британца эта ситуация тоже с короной вновь введены жесткие ограничения сегодняшнего дня они начинают действовать в англии многие считают что скорее всего настоящий полноценный локдаун также последует и уже в самое ближайшее время потому что за последний день количество заболевших за сутки продолжило расти друзья на этом все большое всем спасибо за внимание хорошей торговой сессии и до завтра всем пока